всем привет я дана мусам если вдруг вы не знали хотя как можно не знать я танцовщица хореограф режиссер иногда и педагог возможно вы меня уже видели слышали но не понимали потому что я говорю в основном на французском языке иногда на английском вот поэтому сейчас наконец-то я говорю на русском вы можете меня понять вдруг если вы впервые на моем youtube канале то если вы хотите продолжать меня слышать видеть и узнавать интересные штуки о жизни во франции жизни артиста во франции то пожалуйста сразу лайкайте и как это абоне но все я забыла русский язык подписаться вот в общем я живу во франции почти уже 10 лет в париже я занимаюсь танцами балетом иногда кино фото видео вот почему я решил записать это видео потому что многие мне говорят что дано ты так хорошо говоришь по-французски как ты его выучила мы не можем выучить язык не можем быстро начать говорить общаться как нам адаптироваться эти люди которые хотят научиться говорить по-французски или на каком-то другом неважно языке на испанском на английском и так далее пожалуйста помоги нам советом как быть что делать это правда что у меня хороший французский даже французы мне говорят что я говорю практически без акцента говорю очень быстро и порой мой уровень даже лучше чем у самих некоторых французов как так получилось я не совсем знаю но я постараюсь узнать и вам рассказать и вам поделиться своим советом в общем начну с самого начала я приехал во францию как я уже сказал почти 10 лет назад я вообще не говорила по-французски ни слова даже не здравствуйте то есть я говорила халлоу я не знала бунжур вот я поступила на магистратуру в школу международную где значит был английский язык вот у меня был там английский и вообще ноль никакого французского вот и сразу первое что я поняла почувствовала что да здесь нужно говорить по-французски в тех же магазинах чтобы купить багет там в отеле когда я говорил hello на меня как помочь через хотя и знали что я иностранка вот и я приняла этот факт позитивно то есть вообще я с самого начала была очень позитивно настроена я поняла одну очень важную штуку я в чьей-то стране где есть свой язык своя культура и я должна этому обучаться если местным людям что-то не нравится то это моя проблема они их то есть мне кажется вот новыми иммигрантам очень важно это как-то понять потому что я очень вижу среди моих там друзей подруг которые недовольны французами говорят вот такие они сякие плохие я не говорю а почему они не говорят по-английски или там они не входят мое положение то есть я считаю у меня радикально другой взгляд я считаю что французы правы это их язык их культура они в своей стране это мы должны адаптироваться и научиться поэтому чтобы не случалось я всегда всегда сразу была позитивно позитивно настроена далее у меня никогда не было четкого плана четкой методики как обучиться языку но у меня было желание у меня была мотивация просто во первых потому что мне это нравилось это одна из причин почему я приехал во францию в париж а не в другую страну у меня был выбор поехать в америку и в англию мои документы приняли также в других школах вот в нью-йорке лос-анджелесе и в нью-йорке лос-анджелесе и в лондоне но я выбрала париж во первых потому что это эта страна это город танца балет это родина балета да и как-то интуитивно вот всегда я тянулась к французской культуре в французском языку не зная его вот поэтому приехав сюда я конечно у меня было вот это вот восхищение вот это желание плюс я очень быстро поняла буквально через три месяца что это страна где я хотела бы жить остаться вообще я приехала на магистратуру всего на два года но через три года я поняла что я хочу остаться здесь больше чем на два года я еще не знала тогда навсегда или нет но остаться поработать это точно я уже знала поэтому естественно нужно знать язык мои одноклассники которые вот были со мной на магистратуре на международной этой школе они как говорили в английский такие с этим английским остались естественно потом после обучения они уехали потому что не знаешь французского ну как бы как бы у варда нет работы и опять же в этом виноваты не французы в этом виноват ты сам раз ты за эти два года не обучился я вам честно скажу у меня было пассивное обучение вот запомните первое а что составляет как бы как сказать мой экспириенс мой экспириенс это пассивное обучение то есть я никогда не обучалась в какой-то школе на какие-то курсы какой-то книги какой-то методики у меня никогда этого не было просто потому что во первых у меня не было денег на это и времени да и может быть как-то и желание то есть я обучалась французскому как-то вначале пассивно то есть я много слышала слушала вот и через два года все что я накопила у меня начало выходить это через рот то есть я начала выдавать все что я наслушалась за два года то есть первые два года два года это было пассивное обучение и тут вот такой совет нужно уметь слышать слушать и слышать даже подслушивайте разговоры в метро я вот конкретно слушала конечно ничего не понимала но мне нужно было выхватывать эти словечки там же в метро когда объявляют вот эти станции голосовым этим робот объявляет я про себя это повторяла я постоянно читала то есть это одна и та же ветка линия которую я использовала я постоянно про себя эти станции проговаривала повторяла за роботом то есть даже элементарно вот это вот произношение я вот так вот обучалась в метро бесплатно там же в метро следующий совет я читала бесплатные газеты они бесплатные то есть не нужно тратиться на книги я брала газетку и я просто не умела читать я все равно просто эти буквы я даже не знаю что я делала я я просто читала буквы не знаю даже как их вместе соединить не естественно не понимая вообще смысла но я вот так вот все все равно начала то есть хотя бы чтобы глаза привыкали и все равно вот где-то какое-то вот хотя бы одно слово из всей газеты ты поймешь да который где-то на улице услышал и все из этого начинается вот вашей ваш успех до кирпичик за кирпичиком следующий раз одно еще слово где-то услышал где-то понял там один предлог хотя бы и вот постепенно постепенно сегодня когда я стопроцентно понимаю эти книги эти газеты я думаю боже а как вначале я ничего не понимала как я делала но опять же вот я была позитивно настроена и меня не раздражала что я не понимаю я просто брала и знаете как все в метро я делала вид что а я читаю хотя ты еще не понимала я эти картинки смотрела о да артикл тататата но у меня еще очень разви то не знаю от природы или я сама развила метод дедукции. То есть я могу фразе, я думаю, у многих это есть, хотя бы одно слово поймешь, и ты уже примерно знаешь смысл фразы. Вообще метод дедукции, наверное, кстати, один из основных методов, можно сказать, ключей к успеху в моем обучении о владении французского языка, потому что, расскажу примеру, историю. Мне, например, мой профессор по балету говорит какую-нибудь фразу, там, я ничего не поняла, да? Например, он мне говорил, там, то есть я думаю, что он мне говорит, не понимаю, не понимаю, смотрю на него, потом он как подойдет ко мне и как побахнет, то есть у меня прям бил, и он мне ударил по коленке, то есть он сказал эту фразу и ударил мне по коленке. Так, я думаю, окей, значит, эта фраза была связана с коленом, да, что-то там нужно было сделать с коленом. Потом, опять же, в метро, там, когда вот эти двери закрываются, открываются, там объявляют, типа, осторожно, не прищемите себе пальцы. Там опять это слово есть, ouvre, quand les portes ouvrent, я думаю, ааа, то есть оказалось бы, две ситуации вообще друг с другом не связаны, но я понимаю методом дедукции, что-то это, ouvre, это значит открывать, то есть, естественно, в моей ситуации с моим профессором там не было ни метро, ни двери, но там был глагол вот этот, ouvre, открой колено, а там ouvre, это значит открываются двери, то есть я уже вот так вот методом реально дедукции, то есть я догадалась, что, наверное, ouvre, это открыватель, там откроется и так далее. То есть вот как-то на слух, как-то через догадыванием, через соединением каких-то таких ситуаций, вот так вот у меня всё, я выиграла одно словечко. Далее, я попугай, то есть я делаю, как французы говорят, copie, culé, это значит, где-то услышала и повторила, то есть у меня очень много было таких ситуаций, до сих пор есть, когда я вижу ситуацию и слышу, что человек в этой ситуации говорит какую-то фразу, я не знаю, что это за фраза, что это за слово, но я знаю, что в этой ситуации это слово можно или фразу сказать, например, французы часто говорят, о, масс, они говорят, видите, с таким выражением, типа, что-то случилось, да, о, масс, я не знаю, что такое масс, то есть я не знала, сейчас это знаю, но я знала, что когда что-то типа не очень хорошее случается, можно сказать так, о, масс, и я попугай, и я повторяла то есть кто-то там не что-то говорит я понимаю что ну там что-то не очень хорошее я ему в ответ у нас видите и уже сошла за француженку за парижанку и в такой прям таким лицом надо говорить о масс вот а потом конечно я поняла масс значит типа худо опять же я поняла это благодаря урокам танца потому что там не про меня сказали ой ты трэм масс я думаю что масс опять я масс это оказывается ты худая значит масс это худо когда то есть это можно в смысле худо использовать а можно в смысле когда что-то случилось там типа ой там худо что-то там плохо и так далее вот опять же метод дедукции или вот метод попугая как я говорю значит запоминайте резюме слушать слышать везде в метро на улице я например основной свой багаж например взяла выучила и слов в раздевалке в танцевальной да то есть когда девочки между собой говорят они естественно не со мной они между собой да говорят ну что что они со мной говорит я же ничего не понимаю они в раздевалке между собой там в душе но я слышу я слышу и как бы ну потом начала понимать то есть слышать слушать везде Второе. Метод дедукции. Третий. Метод попугая. Четвертый. Конечно, это наши любимые фильмы. Опять же, это все бесплатно, можно в интернете сегодня найти. Фильмы с субтитрами можно, песни, новости. Франция это очень политическая страна, здесь очень много всяких новостей, новостных репортажев и политических дебат. Ну, конечно, мы же во Франции, как без политики. Мне повезло, я люблю политику, ну, в том плане, что смотреть, конечно, я не делаю. Я очень много слушаю до сих пор и раньше, тем более, политические дебаты, потому что, конечно, политики и журналисты, они часто говорят какую-то там, извините за выражение, фигню, вот, но смысл, может быть, там у них не очень, но зато как они говорят? Они говорят правильно, потому что в метро, конечно, многие люди, они могут вообще говорить неправильно, потому что уровень у людей разный, культурные там образования, они могут тоже говорить с ошибками. Но вот у политиков, у журналистов можно учиться правильному языку. Мне нравятся вот многие слова, так вот красиво они оформляют в эти фразы. Я реально вот многие слова, вы не поверите, я выучила, слушая президента, премьер-министра, министров, то есть вот именно красиво. Поэтому, наверное, мне сами французы сегодня говорят, да, но у тебя такой француз, вау! Ну, то есть, конечно, я-то училась у премьер-министра, что вы хотите. Вот, это значит, третий, да, четвертый такой у меня ключ, то есть смотреть вот эти бесплатные медиаресурсы. Что еще? Общение, общение, да, не бояться ошибиться. Вот опять-таки, мой позитивный настрой меня спас. Я, не знаю почему, я не боялась ошибаться, меня это не стрессовало. Если я ошибаюсь, кто-то там меня, как это, подкорректировал, кто-то надо мной там рассмеялся, может быть. Мне все равно. Вот смотрите, с английским у меня был стресс. И до сих пор, наверное, есть, потому что, естественно, мы в совершенстве никто не владеем английским, да, мы не живем в Калифорнии, Тексис. И, то есть, там, говорить как американцы и с их акцентом там очень быстро, или как в мельчане, мы не можем. Но у меня очень хороший уровень английского, да, но все равно у меня где-то есть стресс. То есть, если я буду говорить с каким-нибудь английским премьер-министром, наверное, я буду стрессовать. А почему-то французский язык, не знаю почему, вот честно, у меня никогда не было стресса. Я думаю, ошибусь я ошибусь, зато я пытаюсь. И вот тоже очень важно, французы, когда они видят, что вы пытаетесь, они сами вам помогают. Они прям рады, они так счастливы, что вы говорите на их языке, пускай там одно слово на французском, четыре на казахском. Не важно, вот они услышали это одно слово, и они прям все, они вас влюблены, они вам сами помогают. А если вы встанете в позу, как вот некоторые мои подружки, что типа, я не знаю, почему я должна знать, все должны говорить на английском, пускай французы выучат английский. Нет, как бы, сама шпа, как говорят французы, не пойдет. Так, идет у меня видео, да, идет. Поэтому, вот, хотя бы одно-два слова, я помню, моя первая фраза, это было в хлебобулочном, ну, бoulangerie, да, мы говорим. Я сказала, un baguette s'il vous plaît. Я была так горда, что, боже, я могла что-то попросить по-французски, моя первая фраза. И, конечно же, она была с ошибкой, потому что, этот, продавщица мне отвечает, un baguette. Конечно, типа, так унизила меня, ну, как бы, одна фраза из трех слов, и я сделала две ошибки. Потому что, багuette, это хлеб, да, вот этот длинный, он женского рода, надо бы сказать, un baguette, а я сказала, un baguette, в мужском роде, неправильно. Ну, вот, неважно. Но, опять же, благодаря ей, пожалуйста, я выучила, что, я запомнила навсегда, что багuette, это un, это женского рода. И вот таких учителей у меня было каждый день. Для меня все учителя, люди в метро, на улице, в бoulangerie, в магазине, в бутике, в универе, в школе, в раздевалке, все это мои учителя. Вот так вот я воспринимала позитивно. Так, что еще вам сказать? Ну, в общем, со мной было первые два года, у меня было пассивно. Потом я поняла, обучение закончилось, что я хочу остаться, что надо что-то с этим делать. У меня французский еще почти, все еще оставался на нулевом. Я не знаю, каким-то чудом я поступила на третье высшее образование, уже во французскую школу, да, в Сорбону. И там, конечно, было у меня очень трудно, потому что у нас было обучение, у меня вот, извините, танец, департамент танец, там была философия и танец, медицина и танец. Такие огромные книги, я ничего не понимала, эти все лекции я слушала, боже. И на экзаменах я сидела с этим, со словарем русско-французский или франко-английский. Вот, но у нас было, у нас было 10 иностранцев в начале и в конце осталось только два. Я и еще одна американка. У американки отец был, учитель французского языка, и она классно знала французский. Я просто вот этим когтями, ногтями, зубами я вот схваталась и как бы закончила, вот, да. Провела уйма время в библиотеке, вот, это, конечно, было трудно. Но за эти вот последующие два года я уже очень сильно повысила уровень. Ну и плюс я продолжала смотреть фильмы, дебаты, общение. Очень важно иметь какой-то французский круг общения, потому что, что делают многие иностранцы, ошибка. Они идут общаться с русскими, там, с казахами, и там, американцы с американцами, да, и они остаются в своем, этот, комьюнити, комьюнити, как говорят французы. И надо вот вырваться из этого. У меня сразу не было такого комьюнити, и я сразу пошла с французами. общаться, то есть я либо ни с кем, либо с французами. Вот, и последующие два года, все, я уже уровень сильно повысила. И следующие, сколько, четыре года, и вот следующие вот пять-шесть лет, сейчас уже вот почти десятый год, уже, конечно, по нарастающей. Ну, я уже пять лет, как я стабильно, больше шесть лет, как стабильно работаю, я преподаю на французском, то есть это, естественно, обязывает меня хорошо говорить. Но даже сейчас какие-то мелкие ошибки я совершаю, там, меня может что-то поправить, и как бы мне сова. Сова это значит, типа, ну, нормально. Я, у меня нету комплекса, я не страдаю каким-то там эго, у меня нет страха, потому что люди понимают то, что я говорю, содержание, оно правильное, а то, что я там какую-то одну ошибочку сделала, это неважно. Главное содержание, то, что я говорю, оно правильное, и оно, эта информация, она чаще всего уникальная. То есть за это меня, я думаю, уважают мои ученики, а то, что там у нас у всех какой-то там лёгкий акцент и так далее, это не... Так, видео отключилось, потому что не хватило места. В общем, подытожить, сегодня по истечении 10 лет во Франции, когда я уже реально хорошо владею языком, я продолжаю его совершенствовать. Опять же, теми же методами. Книги, фильмы, дебаты, общение. И, вы знаете, как-то французский, он мне по маслу пошёл, как вот родной, как русский, как казахский. Не знаю, почему. Может быть, это совпадение, это я или ещё что-то. Вот, поэтому я вам желаю, чтобы подытожить, закончить наше видео, учить развиваться, потому что языки реально, они открывают вам мир, столько новых людей, новое общение, новая работа, новые проекты. Поэтому давайте, пишите мне, если какие-то вопросы, буду рада ответить, чем больше языков мы знаем, тем мы богаче. Это реально так. Поэтому буду продолжать вам рассказывать про другие вещи, про свою жизнь во Франции, если вам интересно. Поэтому лайкайте, комментируйте. Пока-пока!